Здравствуйте, дорогие телезрители! Скоро прозвучит бой курантов, и мы начнем загадывать с вами желания. А вы верите в чудеса? Сегодня у нас в гостях необычный гость, который в канун Нового года свершилось чудо. Ей приснилась собственная книга, которую сегодня мы будем обсуждать. Рада вам представить психолога, бизнес-тренера, автора множества книг Ирина Мясник. Здравствуйте! Добрый день, дорогие зрители! Добрый день, Екатерина! Рада, что я здесь оказалась в вашей необыкновенной студии в канун Нового года. Ирина, как вы считаете, вот в Новый год книга – это хороший подарок? Я считаю, безусловно, книга – это прекрасный подарок в канун Нового года. А еще о том, как действительно создать свой самый счастливый сценарий на будущий год. Вот как раз-таки о сценарии счастливой жизни. Ирина, скажите, что женщинам лучше загадывать в Новый год? Конечно же, загадать лучше всего любви. Ведь любовь, она творит чудеса в каждой ситуации жизни, которая происходит. Как раз книга ваша называется «Глазами любви». Расскажите, о чем эта книга? Книга о том, как действительно создать свой счастливый сценарий в жизни, в разных областях своей жизни. Ведь женщина, она обладает невероятно мощной силой. Она может загадывать самые смелые желания, те, которые действительно идут от сердца. Потому что в каждой женщине есть то самое уникальное свойство, которое наделено природой. Это наш источник, наше вдохновение, наша волна, которая идет от сердца и создает все самое прекрасное в нашей жизни. Ирина, как вы интересно сейчас сказали, женщина – источник вдохновения и любви. Ведь вы успешный человек, вы бизнес-тренер, психолог. Как вам пришла эта идея, вот это озарение, написать книгу о любви? И почему вы считаете, что для женщины самое важное – это семья? Когда-то давно я мечтала создать себе успешную карьеру. И я ее реализовала в процессе своей жизни. Я вдруг осознала, что женщина, ее предназначение, все-таки то, что ее делает женщиной – это любовь, это семья. И рядом, чтобы был мужчина, любящий, нежный, заботливый, с которым женщина сможет раскрыться глубинно на разных уровнях. Ведь когда женщина счастлива, счастливы все вокруг, и счастливы ее окружение, ее близкие, родные. Так где же взять то, что нам заложено природой? Мне необходимо посмотреть в свой внутренний мир, заглянуть вглубь себя и посмотреть, а что же я на самом деле чувствую прямо сейчас? А нужно ли мне бежать, куда я бегу? А нужно ли мне что-то достигать? Возможно, просто иногда женщине важно замедляться и побыть самой собой, найти время для себя любимой и посмотреть в свои истинные желания, которые идут от сердца. Как им заглянуть в себя на основе вашей книги, вашей теории, вашей мысли, идеи? Порой нужно просто остановиться, взять листок бумаги и написать, а что же я хочу в данный конкретный момент времени. Не забегая вперед будущего, потому что действительно, когда мы строим себе воздушные замки, мы можем многого чего не достичь. Ощутить, а что же я сейчас чувствую, что за этим стоит? И написать вот все, что идет прямо сейчас, в данный момент времени. Действительно, мы можем что изменить в жизни? Только то, чтобы принять и согласиться с тем, что вот это точка настоящего, в куда я пришла сейчас. То есть все события будущего создаются в точке настоящего. Просто осознать, да, это и сейчас, но я переворачиваю эту страницу своей жизни и создаю что-то новое. И что я хочу вместо этого? На что я хочу направить свой фокус внимания? Об этом я рассказываю в своей книге. Каждой женщине от природы дана мощная сила, которая наполняет все сущее. Важно научиться владеть этой силой и направлять ее в нужное русло. Женщина обладает магнетизмом и привлекает в свою жизнь все, о чем она думает и мечтает. Любящая женщина, она не только может полюбить мужчину, она может и любить, и давать любовь всей своей семье. И, конечно же, в первую очередь своим детям. Если женщина чувствует уже усталость, если она недовольна чем-то, так же и становится недовольна вся семья. А дети, они очень чувствительны. И поэтому очень важно уделять время женщине своему внутреннему миру. Обращать внимание на то, что она чувствует каждый день. Как она реагирует на внешние события, потому что дети, они все записывают. Ира, вы меня убедили. И вам всем рекомендую. А с нами была Ирина Мясник. И это была программа «Мир глазами ребенка». Любите друг друга, любите себя, любите свою семью. И, конечно же, в Новом году постарайтесь любить все вокруг и всех людей. С Новым годом!